Библейский портал экзегет.ру представляет 43-я глава пророка Иезекииля читаю для портала экзегет свой перевод с небольшими комментариями. Ну вот мы в храмовом комплексе, идеальном храмовом комплексе, квадратная такая территория, по 500 локтей все стороны, внутри храм святилища, вокруг него внутренний двор, вокруг внутреннего двора внешний, все это огорожено стенами, своротами, все это измерено, промерено. Иезекииля обращает особое внимание на границы между обычным и священным, и территориально, и по ритуалам он подчеркивает, что некоторые вещи только священники делают в священных одеяниях, а выходя должны снимать их, все такое прочее. Ну вот и 43-я глава, наконец, нам начинает что-то объяснять о том, зачем все это нужно. А то они ходили, мерили, архитектуру рассматривали, а смысл-то? «Он подвел меня к тем воротам, которые были обращены на восток, и тогда приблизилась с востока слава Господня». Помните, в начале книги Иезекииля является слава Господня там, в земле Вавилонской. Вот накануне разрушения Иерусалима он еще стоит, но скоро будет разрушен, теперь он уже разрушен, причем 14 лет как. И слава Господне, где хочет, там и пребывает. На востоке, в Вавилоне, где угодно. И вот она возвращается к месту, где, собственно, она должна быть. Помните, они заходили в Святое Святых, его померили, из него вышли, как будто это какая-то кладовка. Вообще никакого пиетета, никакого почтения к этому месту. Там славы Господней нет. Это просто пока стены. Стены, да, архитектурный предмет, объект. Их можно померить, ими можно полюбоваться. Но почитать там пока нечего. Вот слава Господне возвращается в свой храм. Когда приблизилась с востока слава Господне, слышен был звук, как отборных потоков, и земля сияла от его славы. А вот уже пошло торжественное описание. Построили дворец, но царя-то там нет. Ну и что? Красивый дворец. А вот царь. Это было такое же видение, как и то, какое я видел, когда он приходил уничтожить народ. То есть, конечно, уничтожить, скорее возвестить об этом уничтожении Иерусалима. Уничтожить город, простите. И у потока кивар видение было тем же. Тогда я пал ниц. Слава Господне прошествовала в храм через восточные ворота. Дух поднял меня, вел во внутренний двор, а храм тотчас наполнился славой Господней. Так это описывалось при строительстве первого храма, при его освящении. Что вот слава Господне наполнила храм, и священники не могли там служить. Я услышал, как некто говорил из храма, прежний собеседник стоял рядом со мной. Он сказал мне, вот теперь уже появляется новый, смотрите, архитектор, ангел-архитектор. Он только мерил, он только по части сооружений. А вот по части смысла какой-то другой голос, какой-то другой вестник. И он уже говорит от имени Бога. «Сын человеческий, вот где станет мой престол, вот подножки для стоп моих. Я вовеки буду обитать здесь среди сынов Израилевых, и пусть дом Израилев не осквернит моего святого имени впредь. Пусть не сами они, не их цари не блудят, пусть не погребают в капищах своих царей, или не ставят в капищах мертвые идолы своих царей, ну, неважно, чтобы их почтение к царской власти не смешивалось с языческими культами. Свой порог они ставили подле моего порога. Порог, еще раз, для языки очень важный порог, это то, что отделяет, вот человек переступает порог, оказывается в священном пространстве. И порог языческих святилищ, он оказывается рядом с порогом Господнего храма. Они ставили свой порог подле моего порога, свои врата подле моих врат. И только стена была между мной и ними. Значит, Господний храм, и рядом какое-то святилище языческое. Так раскриняли они мое святое имя всеми мерзостями, которые творили, и я истребил во гневе. А теперь пусть они удалят от меня свой блуд и трупы своих царей, я вовеки буду обитать среди них. Трупы правителей, которые лежат где-то на центральной площади, как нам все это знакомо, и вот их надо как раз поскорее убрать. «Сын человеческий, ты возвести Дома Израилева об этом храме. Они устыдятся своих пороков. Тогда пусть узнают о его размерах». Вот как интересно, при чем здесь размеры? И дальше. «Если устыдятся они всего, что делали, объясни им устройство храма, его расположение, входы и выходы, его убранство. Поведай им все связанные с ним правила, все его убранство, все его законы. Запиши все это у них на глазах, чтобы они сохранили его устройство и исполнили его правила. Вот закон о храме. Вершина горы и все, что вокруг, это великая святыня. Это закон о храме». Еще раз я обращаю внимание, что Изекииль очень тщательно отделяет священное от обычного, и своим соплеменникам он должен об этом рассказать, но только если они устыдятся. Вот если они поймут, что они неправы, он расскажет им, как будет устроен новый храм. Он даст им не просто некоторую общую надежду, общими словами, но конкретику назовет, но скажет, как все будет выглядеть вот так. Как, допустим, знаете, вот молодая семья мечтает завести свой собственный дом, свою квартирку, и они заранее думают, где они что поставят, как это все будет. Их мечта прямо обретает реальность еще до того, как она исполнилась в жизни. Вот так и здесь мечта о новом храме, как это все будет, до деталей, куда что поставить, где что будет. И теперь, когда уже обсуждена вся архитектура, отдельно говорится о, собственно, священных предметах. Вот размеры жертвенника в особых локтях. Это обычный локоть и еще одна ладонь в каждом локте. Мы говорили с самого начала, в храме другие меры измерения, овшинам общим не измерить, потому что храм – это такое особое место, где должно быть все по-своему, и даже локоть там, вот не этот наш обычный локоть, а локоть еще с ладоней. Внизу желоб, локоть глубиной, локоть шириной, вокруг него бортик на ширину ладони. Но поскольку жертвенник, он используется для сожжения животных, забитых, то что там, соответственно, стекает кровь, что-то еще, вот желоб, он должен собирать это все. А вокруг него бортик на ширину ладони. А высота у жертвенника такая. Одна желоба до локтя, два локтя до малого выступа, он шириной в локоть. Еще четыре локтя от малого до большого выступа, и он тоже шириной в локоть. То есть, смотрите, довольно высокий, он несколько метров с высотой. На жертвеннике очаг высотой в четыре локтя, из него еще торчат четыре рога. То есть, возвышения, которые нужны прежде всего для того, чтобы тушу животного на них положить, и она бы не задавила огонь. Очаг жертвенника, то, что внутри, да, где горит огонь. Двенадцать локтей в длину и двенадцать локтей в ширину, одинаковые со всех четырех сторон. Верхняя площадка. Четырнадцать локтей в длину и четырнадцать локтей в ширину. Одинаковые со всех четырех сторон. Ее поясывает бортик шириной в пол локтя и высотой в локоть. С восточной стороны к ней ведут ступени. Но надо забираться, это довольно большое сооружение. Он сказал мне, «Сын человеческий, владыка Господь устанавливает правила, по которым на этом жертвеннике, когда его построят, будут износить жертвы и будут кропить его кровью». В принципе, правила в общем виде прописаны в законе Моисеевом. Но здесь вот тоже некоторая конкретизация. «Священникам и левитам из потомков цадока, которые будут представать предо мной пророчество Господа, дай бычка из стада в жертву за грех. Зачерпни его кровью и помажь ей четыре рога жертвенника, четыре угла верхней площадки и бортик вокруг, так часть очистишь их искупительным обрядом». Но это даже не про жертвоприношение, а про посвящение вот этого конкретно жертвенника. «А самого бычка, принесенного в жертву за грех, пусть сожгут в положенном месте за пределами святилища». Вот именно жертва за грех, то есть признание того, что все было разрушено по грехам израильтяны, есть, собственно, условия для возобновления этих ритуалов. «А на другой день принеси в жертву за грех козла без недостатков и соверши очищение жертвенника точно так же, как и с бычком. А когда закончишь очищение, приведи из стада бычка без недостатков и изотары барана без недостатков, поставь их пред Господом, и пусть священники посыпают их солью и принесут Господу в жертву всесожжения. Семь дней пусть ежедневно приносят козла жертву за грех и отдельно бычка из стада и барана изотары без недостатков. Семь дней они должны совершать искупительный обряд и очищать жертвенник. И так все и свершится. Когда закончится этот срок, начиная с восьмого дня, священники смогут приносить на этом жертвеннике в ваше всесожжение и ваши мирные жертвы, и вы будете мне угодны, пророчеству Господу. Вот, да, у Моисея все сказано, как приносить регулярные жертвы, но вновь перед нами граница. Уже граница не пространственная, а граница духовная. Духовная граница между священным служением и тем состоянием, в котором израильтяне пребывают сейчас. Вот он, новый порог храма. Эти самые жертвы, которые позволят очистить жертвенник, позволят им служить Господу. Ну и дальше как раз вот об этих границах будет следующая 44 глава.